Давайте мы обсудим с вами анонимность в интернете. Это очень важная тема, и Путин примерно в то же самое время, когда моего пресс-секретаря Киру Ярмыш и пресс-секретаря компании Руслана Шевединова, которые ввели трансляцию, задерживали в аэропорту Шереметьево, а потом посадили в буквальном смысле, это я вот не придумываю сейчас, это так в постановлении написано, затвиты, и зачем-то там приписали формирующие негативные отношения к одному из кандидатов в президенты. Вот в это же самое время Путин заявил о том, что вообще сейчас не 37-й год, воронки ни за кем не заезжают, и поэтому зачем нам нужна анонимность в интернете? А что вам прятаться-то? Пиши, что хочешь, ничего не будет. Давайте посмотрим, что он сказал. Короткое видео, 25 секунд. Вот эта анонимность интернета, она с одной стороны вроде как хороша, демократия, а с другой стороны возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. И действительно, если человек что-то даже, сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Полтора миллиона рублей пока мы собрали. Участвуйте в сборе донатов. Мы хотим в рамках проекта «Феникс» собрать денег столько, сколько отняли у нас злодеи, заморозив их у нас на счете. Вы слышали сейчас Путина, который рассказал нам про то, что вообще анонимность в интернете не нужна. И поразительная вещь. Ну ладно, он соврал по поводу того, что нам не нужна анонимность, потому что, значит, пиши в интернете, что хочешь. Мы знаем с вами, что сейчас каждую неделю каких-то людей привлекают к ответственности за то, что они пишут что-то в интернете. Но меня даже больше заинтересовала такая двойная, двойное лицемерие этой позиции, потому что уж эти-то люди, вот Путин конкретно, он вообще последние годы все свое правление и все... Ну весь стиль работы построил на анонимности, и анонимность попытка скрыть что-то. Это главная его фишка. Ну давайте вот посмотрим, кто на этой фотографии. На этой фотографии какой-то милый, очень милый пухлый человечек. И вы, наверное, скажете, «О, да он очень сильно похож на младшего сына генпрокурора Чайки». Нет! У него совсем другое официальное имя. Наше государство считает, что этого человека зовут Ефяу-9. И именно таким образом он официально занесен в Росреестр. Он спрятан от нас с вами. Ему государство официально и незаконно предоставило анонимность, чтобы вы или я не могли найти его имущество. То есть даже дело не идет о каких-то записях в интернете, а это просто публичная запись о наличии квартиры. Вот вашу квартиру в Росреестре может найти любой, и ваша фамилия, имя, отчество. А сына Чайки мы не найдем. А вот давайте посмотрим следующий человек. И те из вас, кто смотрели фильм Чайка, скажут, «Да это же старший сын Артем Чайка, владелец всех солевых монополий в стране, владелец большой недвижимости в Швейцарии и так далее, в недвижимости в России». Но нет! Это не Артем Чайка. Его официально зовут ЛСДУС. Или ЛСДУ-3 даже. Толком никто не понимает. То же самое. Его имущество официально зашифрованное. Эти люди вновь получают официальную анонимность. Вот видите, я даже на стаканчике написал. Так нас поразило в свое время то, что им официально на государственном уровне. И мы же судились по этому поводу. Мы подавали в суд и говорили, «Ничего себе! Каким образом вы можете публичную запись в публичном государственном реестре недвижимости засекретить таким образом?» Нам сказали, «Нет, мы имеем право, и мы проиграли этот суд. Но ладно еще ЛСДУСа. Давайте посмотрим на следующего человека». И вы тут мне скажете, «Ну его-то мы знаем. Этот человек, который хотел там что-то гореть в танке в Луганске или сидеть в окопе, но жизнь так тяжело сложилась, что в окоп в Луганске его не пустили, и он работает вице-премьером правительства. Это Дмитрий Олегович Рогозин». И нет, 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 нет. Потому что в Росреестре на его прекрасную, шикарную, очень дорогую недвижимость, там просто написано впрямую, «Физическое лицо, значение отсутствует». То есть перефраз слово «аноним». Официальный аноним. Вот Рогозина государство предоставляет анонимность, а вам оно говорит, «Ты должен зарегистрироваться по паспорту, свой телеграмм, свой ник, не знаю, «Розовая собачка 27» в Твиттере, во Вконтакте и в Фейсбуке, а им можно». Давайте посмотрим на следующего человека. Кто же это такой? Это Кирилл Шамалов. Самый молодой миллиардер в России и взять президента Путина. Но как же, посмотрим, он называется в том же самом Реестре? Вообще никак. То есть вообще никак. Если у Рогозина было написано, что значение отсутствует, то Кирилл Шамалов, там просто какая-то странная аббревиатура СЛЗП и просто номер. Нету Кирилла Шамалова. Стюарт из официальных баз государства дает ему незаконную анонимность. Но есть люди, про которые вообще такие люди-фантомы. Давайте посмотрим на эту девушку милую. Кто это? Катерина Путина? Младшая дочь президента Путина и жена Кирилла Шамалова, соответственно, тоже юная миллиардерша в соответствии с Семейным кодексом. Или вообще несуществующее лицо. Ей государство официально выдает паспорт прикрытия, потому что она там Тихонова и с непонятной фамилией. Про нее до сих пор. Все мы знаем, что она дочка Путина, но это как бы нигде не подтверждено. И в любой газете написано предполагаемая дочь Путина. То есть человек сидит 18 лет у власти. И вообще-то граждане имеют право знать, нам неинтересно, может быть, подробности ее личной жизни, как она одевается и что там происходит. Нам понятно, что в соображении безопасности, наверное, есть резон скрывать ее место жительства конкретное, но хотя бы факт-то, как ее зовут, как ее фамилия, доходы она должна раскрывать какие-то. Ничего этого нет. Давайте посмотрим на следующую фотографию. Еще более таинственный человек до сих пор, вообще на самом деле непонятно, это она или не она, это старшая дочка президента Путина по имени Мария или это нет. Известно про нее, что, ну, неформально про нее известно, что она работает в одном из медицинских центров в Москве. Но ни настоящей фамилии, ни настоящего места работы, ни факта существования ее во взрослом виде, ее детей, ничего нет. То есть тоже официальная анонимность, скрыто абсолютно все, и нам этот человек, который вот устроил вот это все, говорит, так, ну давайте все про себя раскройте. Зачем же вам скрывать что-то от меня, Владимира Путина? Я совсем не отправлю к вам ни белый микроавтобус, который приехал с Закирой Ярмышей, Русланом Шеведдином в аэропорт, ни черный воронок, если вы обругаете меня во ВКонтакте. Можно мы в этом верить? Нет, не можем. И мы, конечно, должны, ну я считаю, что вопрос анонимности в интернете это вопрос даже общенациональной кампании. Люди имеют право на какую-то приватность в интернете. Даже люди, которые не занимаются политикой, ну потому что как только они раскроют вот это все, ну значит кто-то, кто хочет, я не знаю, узнать про то, что там пишет его жена или муж в телеграмме кому-то, будет идти, заносить небольшую взятку в полицию и получать все данные о ее мессенджерах. Кто-то занесет небольшую взятку в полицию или ФСБ и получит все данные о переписке своих конкурентов и так далее, и так далее, и так далее. Люди должны иметь право на переписку хотя бы. И сейчас нам говорят, что давайте пусть по паспортам люди регистрируются в телеграмме. Ну помимо того, что на это придется потратить миллиарды рублей дополнительных государственных расходов, это супер адиотизм. И в этом смысле, конечно, нам нужно всем занимать консолидированную позицию, что ребята. Если вы хотя бы заикаетесь о борьбе с анонимностью в интернете для нас, пожалуйста, всех этих своих ЛСДУЗов и физическое лицо значения неизвестно, их раскройте нам сначала, а потом мы уже обсудим какие-то другие вещи. Продолжение следует...